Сейчас получается, надо имущество продавать, чтобы обратно вернуть эти деньги банку. В конце декабря 2016 года Зульфия Сайфульна и ее муж сняли со своего счета в Татфондбанке 4 миллиона рублей. В семье шестеро детей решили обзавестить жильем попросторнее. О грядущем банковском крахе ничего не знали. Дом построен, деньги потрачены, а в руках иск об оспаривании сделки. Их получили сотни вкладчиков, которые в последний момент вынесли деньги из, как оказалось, горящего банка. Это обидно. Свои же деньги надо вернуть банку, чтобы выплатили другим кредиторам. Но обидно же это. И несправедливо. Банк не работает уже примерно год. Это срок, после которого АСВ, как правило, начинает штамповать иски. Это стандартная практика при банкротстве банков. Но в Татарстане с ней столкнулись впервые, а потому в измущению вкладчиков нет предела. Это 260 юрлиц и больше 400 физлиц клиентов Татфонбанка. Еще около 300 по Интехбанку. Почему же иски повалили, когда страсти, казалось, уже стихли? Ответ прост. Разбираться агентство по страхованию вкладов начало с сомнительных крупных сделок вкладчиков, которых подозревали в связях с руководством банков, а теперь дошли и до рядовых клиентов. В АСВ не согласились, что завалили иском и в первую очередь физлиц. По их словам, такое впечатление создалось из-за общего увеличения числа судебных споров. Отвечая на наш запрос, агентство пояснило свои действия. Последствия признания сделки недействительны и установлены федеральным законом о несостоятельности, банкротстве и Гражданским кодексом Российской Федерации. Стороны должны вернуться в положение, существовавшее до совершения признанной недействительной сделки. Таким образом, в рассматриваемом случае кредитор, гражданин, должен вернуть банку полученные денежные средства. При этом обязательства банка перед кредитором восстанавливаются, то есть он на возвращенную сумму становится вновь кредитором по договору банковского вклада. Есть ли у вкладчиков шансы в суде? Мы спросили у юристов. Очень необходимо все это решать в правовом поле, рассматривать именно в соответствии с законодательством, имеются ли какие-то нарушения, как я уже говорил, и по ним уже предъявлять требования в судебном порядке. То есть я считаю, что у граждан есть еще шансы, есть возможности. И если нарушены какие-то определенные права, то они, естественно, могут их выживать. Оспаривать, бороться, поэтому я и хочу объединиться вместе с вкладчиками. Суд по иску Зульфье Сайпулиной назначен на 1 февраля. Первые подобные слушания стартовали в понедельник в арбитражном суде республики. Их отложили по просьбе ответчиков. Будет ли Фемида внимательна к каждому случаю? Мы будем следить за развитием темы. Редактор субтитров А.Семкин